ДИКОН АВТО Когда на пенсию пойдем? Президент озвучил мнение об изменениях в законодательстве. У ярославцев осталось два дня, чтобы выбрать, какие дороги отремонтируют в следующем году. Голосование закроется 31 августа. Парку ДК «Энергетик» на среднем поселке преобразится. Об этом заявил мэр Ярославля Владимир Слепцов. И 10 лет молитвенной жизни. Сегодня престольный праздник в Кирилло-Афанасьевском монастыре. На городском телеканале «Время информационной службы» в студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Итак, ярославцы услышали мнение президента о корректировках пенсионного законодательства. Владимир Путин сегодня в полдень выступил с телеобращением. Многие предполагают, что озвученные главой государства предложения лягут во слову документа. В первую очередь президент отметил, что для женщин пенсионный возраст необходимо повысить на 5, а не на 8 лет. Кроме того, для многодетных матерей нужно предусмотреть право досрочного выхода на пенсию. Для работодателей установить административную и даже уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Путин подчеркнул, что принимаемые меры крайне необходимы и направлены на улучшение качества жизни россиян. В 2024 году планируется выйти на средний уровень пенсии в 20 тысяч рублей. Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. Это, конечно, не все предложения, высказанные президентом. В ближайшее время их оформят в качестве поправок и внесут в парламент. С полным текстом обращения Владимира Путина можно ознакомиться на сайте Кремлин.ру. Пострадавших могло быть больше. В интернете появилось видео с камер наружного наблюдения. Сразу трех. Вчерашние аварии на пересечении Свободы и Победы в районе 6 вечера там столкнулись, напомню, внедорожник Митсубиши и 45-я маршрутка. В результате 9 человек, 8 пассажиров микроавтобуса и водитель иномарки попали в больницу. Однако серьезных травм у пострадавших не выявлено. После осмотра врачами они отпущены на амбулаторное лечение. На кадрах видно, что авто едут на зеленый. Внедорожник поворачивает налево и в это время в него врезается маршрутка, следующая по Свободы из центра. Митсубиши опрокидывается практически на пешеходном переходе. Людей здесь было немало. На видео заметно, как они разбегаются. Никого, к счастью, не задело. Многие впоследствии возвращаются к месту ДТП, оказать первую помощь пострадавшим. Чуть больше двух дней остается у ярославцев, чтобы выбрать дороги, которым необходим ремонт в следующем году. На портале «Решаем вместе» заканчивается голосование за магистрали области. Чтобы поддержать их, на сайте необходимо найти раздел «Выбираем дороги 2019», «Нужный город» и поставить галочки напротив желаемых участков проезжей части. Отметить можно максимум 10 улиц. Есть возможность добавить свой вариант. Отрадно отметить, что в последние два года в этом направлении делается очень многое. В Ярославле в рамках дорожной программы ремонтируются такие ключевые магистрали, как улица Чкалова, Ленинградский проспект, проспект авиаторов. Очень важно, чтобы темп, который задали городские власти, сохранился и в последующие годы. Дороги, получившие максимальную поддержку жителей, отремонтируют в 2019 году. В первоочередном порядке остальные включат в программу на 2020. Сейчас отдали свои голоса 43 тысячи по всей области. В Ярославле пока лидирует Красноборская участок от Сахарова до Университетской. Голосование еще раз напомню завершится 31 августа, поэтому стоит поторопиться. Ну а пока в Ярославле развернулся масштабный карточный ремонт. Сегодня работы стартовали на улицах Уроческой и Тверицкой набережной за Волгой. Дорожное полотно восстанавливают крупными картами по 100 метров каждый. В результате покрытие будет однородным. На Уроческой дефекты устранят вплоть до железнодорожного моста, включая спуски на набережную. Жители местные давно обращались к просьбе отремонтировать данный участок дороги, поскольку этот участок дороги соединяет Заволжский район с центром города Ярославля. На работах присутствует представитель технического надзора, то есть специалисты криптовой за объектом. Он, соответственно, контролирует все этапы работ. При производстве работы с асфальтобетоном, соответственно, будет взята асфальтобетон в лабораторию для проверки соответствия его нормативным показателям. В таком случае этого будет дорога принята уже в эксплуатацию. Карточный ремонт проводится за счет дополнительных 400 миллионов рублей, поступивших в бюджет благодаря переговорам члена экономического совета при президенте России Алексея Репика и ярославского губернатора Дмитрия Миронова. В рамках контракта покрытие обновится на 35 улицах. Срок окончания ремонта 1 октября. Парк УДК «Энергетик» на среднем поселке преобразится. Такое решение принято сегодня. В ходе рабочей поездки мэра Ярославля Владимира Слепцова моя коллега Дарья Крот узнала, что изменится. Полина Филинова с дочкой на средний поселок переехали недавно. Сразу облюбовали парк УДК «Энергетик». Но гулять здесь оказалось непросто. Покрытие по кругу, которое заасфальтировано, это, конечно, замечательно. А здесь мне пришлось поменять коляску, потому что на обычной маленькой коляске я не могла здесь ездить. Заасфальтированные круговые дорожки – результат предыдущего ремонта, который подрядчик не довел до конца. В 2016-м в парке установили и фонарные столбы, но освещение так и не заработало. А ведь этот парк – единственное место для отдыха жителей Среднего. По их просьбам сюда и приехал мэр Ярославля. Дал поручение освещение восстановить до конца следующей недели. Это станет началом перезагрузки старого парка. Принято решение в следующем году выложить плиткой две перекрестных дорожки, а на апрельском субботнике установить кормушки для белок. Они так-то в соснах живут, как раз в пучине. Именно туда, наверху, где пучина веток, там вот эти должны быть, с вышек сделаем, штучек 10, и штучек 25 завезем белочек сюда. И люди должны знать, что сюда можно прийти покормить. То есть они сами свои семечки, зернышки принесут. Парк будет развиваться. Из каких источников мы решим этот вопрос. Либо данная территория будет включена в один из проектов приоритетных, либо благодаря средствам из депутатского фонда. Тем более добраться до парка скоро можно будет по обновленной улице Клубной. Ее ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик согласился дополнительно отремонтировать и небольшую площадь у ДК «Энергетик». Закончить работы на Клубной планируют 10 сентября. Кстати, уже завтра здесь будет запущен новый автобусный маршрут от Нижнего поселка до областной больницы. Дарья Крот, Василий Мосин, Новости города. И также завтра в прямом эфире городского телеканала мэр Ярославля ответит на ваши вопросы. В 7 вечера смотрите программу «Диалоги». Вопросы можно будет задать по телефонам 30-200 и 72-11-60. А еще в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. В ней размещен специальный баннер. И так, в четверг, 30 августа, 7 вечера, прямой эфир с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. В Ярославле проект «Народный контроль» выявил серьезные недочеты в капремонте жилого здания. К активистам обратились жители 11-го дома на Красно-Перекопской. В прошлом году его начали обновлять. Основные работы велись на фасаде здания 40-х годов постройки. Дом сделали трехцветным, в приятных зеленых оттенках. Вот только ремонт остался незавершенным, жалуются люди. Проблемы насчет капитального ремонта дома, что у нас безобразно его сделали, и до сих пор не могут его доделать. То у их подрядчика нет, то у них еще чего-то нет. Фасад сделали, да, в прошлом году. Так уже краска облезает. Активисты «Народного контроля» проверили здание. Если смотреть на дом издалека, делают вывод общественники, он выглядит красиво. Но вблизи становятся заметны изъяны. Например, неровная покраска, которая, к тому же, уже облезает. Мягко говоря, мы не то что капитальным ремонтом не можем этот ремонт назвать, а вообще ремонтом это произведение нельзя назвать. Вот вы видите, я сейчас держу вот такие вот куски краски, которые просто отваливаются от фасада. Соответственно, фирма в прошлом году ремонт не доделала. В этом году ее никто не видел. Бомб брошен, не доделан, шпаклевал, не докрашен, цоколи ужасно сделаны. Сейчас одиннадцатый выход подавать в прокуратуру, следственный комитет. Подобные проверки в Ярославле активисты «Народного контроля» устраивают еженедельно. В трех ярославских районах полностью заменены мусорные контейнеры. Больше восьми сотен баков до первого сентября. Они обновятся по всему городу. Это связано с началом работы единого регионального оператора. Новые площадки появились в Ленинском, Дзержинском и Красноперекопском районах. Завершается работа в Кировском и Заволжском. Нами завезены автомобили по экологическому уровню Евро-4 и Евро-5. Соответственно, проводится большая работа для налаживания логистических схем по вывозу. Мы проведем замену контейнеров и, соответственно, отладим работу вместе с региональным оператором таким образом, чтобы жители вообще не почувствовали разницы, а наоборот увидели максимально улучшенное качество предоставления данной услуги. Единый региональный оператор начнет работу 1 сентября. Спецавтохозяйство продолжит функционал на субподряде и займется вывозом отходов из частного сектора. Телефон для обращений в случае сбоев не меняется. Единая дежурная диспетчерская служба мэрии 404040. Прием заявок на участие в проекте «Решаем вместе» на следующий год еще не начался, а многие ярославцы уже обращаются в администрацию и проектный офис. В девятнадцатом конкурс обещают быть напряженным. Для жителей начали проводить собрания, на которых объясняют, как действовать, чтобы двор включили в программу. Необходимо создать инициативную группу, она займется сбором документов, а также определиться, какой вклад в ремонт могут внести жители – финансовая или трудовая помощь. По сильную помощь мы готовы оказать, покрасить, деревья посадить, где-то что-то помочь, потому что, я говорю, все заинтересованы в благоустройстве нашего двора. Принимать документы мы начинаем во второй половине года, когда областная дума принимает бюджет и закладывает сумму. Как только мы узнаем, какие объемы средств выделены, мы даем старт программе. Но уже сейчас можно сказать, что губранский проект «Решаем вместе» по объему финансирования в части реконструкции дворовых территорий не будет меньше, чем предыдущий и текущий год. В проектном офисе отмечают. С каждым годом заявок на участие в проекте становится больше. С 19-го приоритета дадут дворам, которые подавали заявку раньше, но не попали в программу. Ярославский губернатор Дмитрий Миронов принял участие в видеоконференции, которую сегодня провел премьер Дмитрий Медведев. Речь шла о готовности школ к новому учебному году. Глава российского Кабмина отметил, что в стране будет учиться около 15 миллионов. В Ярославской области процедуру приемки успешно прошли все 937 государственных и муниципальных образовательных организаций, 85% из них дошкольные учреждения и, собственно, школы. Особое внимание при подготовке объектов к 1 сентября уделено вопросам безопасности. Ярославский детдом. Нагрянули полицейские с подарками. Накануне 1 сентября руководство регионального ОМВД посетило детский дом музыкально-художественного воспитания номер 5. Начальник управления генерал-майор полиции Андрей Липилин поздравил воспитанников с наступающим учебным годом и в честь Дня знаний вручил подарки. Велосипеды и специально выпущенные к 300-летию российской полиции игровые конструкторы. Сегодня гостя – самый главный человек в нашей области, который охраняет покой, порядок и мир. Сотрудники и воспитанники детского дома провели для стражей порядка экскурсию, показали учебные кабинеты, жилые и игровые комнаты. Во время чаепития рассказали о жизни и поделились планами. ОМВД России по Ярославской области много лет шефствует над этим детским домом. Сейчас здесь воспитывается 33 ребенка. Готовность образовательных учреждений к встрече школьников сегодня обсуждали и на городском уровне. В Ярославле прошла конференция директоров, в которой принял участие мэр Владимир Слепцов. Одной из самых волнующих тем оказалась также безопасность детей. В преддверии учебного года в восьми школах установили дополнительные ограждения и проходные. Региональное правительство выделило 12 миллионов рублей. Самое главное это создать в школах на сегодняшний день безопасность обучения детей. То есть это внешняя безопасность, внутренняя. Установка камер видеонаблюдения это качественное питание, это качественное образование. И безусловно это качественный досуг. Это строительство спортивных полей, площадок. Еще одна наболевшая тема нехватка мест в образовательных учреждениях. Проблема с дошкольниками частично решена. В Ярославле открылись два новых садика. Что касается школьников, в этом году их на 2500 больше, чем в прошлом. Количество первоклашек увеличивается ежегодно. На 300 человек в среднем запланировано строительство школы на Соколе. Проект готов. Мы разработали программу, дорожную карту, согласно которой ввели в этом году дополнительно 444 места. Это использование тех помещений, которые ранее были учебными классами, но когда был демографический спад, эти помещения использовались не по прямому назначению. Например, в них организовывались учительские комнаты, методические комнаты и так далее. Обращались сегодня директора школ и с бытовыми проблемами. Вывоз мусора с территории и необходимость ремонтных работ. Вопросы, конечно, будут решаться в рабочем порядке. В этом году на подготовку к 1 сентября потрачен 141 миллион. В первую очередь устанавливали новые окна, ремонтировали кровли, подъезды и спортивные залы. Вот в продолжении темы. Каждый ярославский первоклассник в День знаний получит в подарок книгу. Ее подготовил коллектив преподавателей Педагогического университета. В издании собраны небольшие рассказы русских, в том числе ярославских авторов. А называется книга «Не все для себя». Учитывая, что год добровольчества и волонтерства проходит в России, решили посвятить эту книгу идее добрых дел. Тому положительному примеру, которому как раз хорошо учиться именно в таком возрасте. Самое главное, чтобы наше молодое поколение выросло с заботой не только о себе, но и о своих близких, товарищах, ну и вообще окружающих их линиях. Книга выпущена тиражом 8 тысяч экземпляров за счет благотворительных средств Фонда содействия развитию Ярославля. Она не поступит в продажу, но ее можно также найти в библиотеках. Акция стала традиционной для Ярославля. Так первоклассник поздравляют с началом школы третий год подряд. Православная церковь отмечает перенесение нерукотворного образа из города Эдессы в Константинополь. В народе этот день называют третьим спасом или спасом на холсте. Сегодня престольный праздник в Кирилло-Афанасевском монастыре, где один из храмов освящен именно в честь спаса нерукотворного. А еще ярославцы отмечают десятилетие возвращения обители к молитвенной жизни. Наш корреспондент Марина Смарагдова рассказывает. В Ярославской митрополии большой праздник – десятилетие возвращения в лоно церкви славной обители. Кирилло-Афанасевский монастырь не просто центральный по расположению, он памятник гражданского подвига ярославцев и историческая реликвия. На божественную литургию собралось немало верующих. Кирилло-Афанасевский монастырь основан в 1615 году в честь окончания Смутного времени. Александрийские святители были ревнителями христианства, и в годы наступления католицизма крепость веры была особенно важна. Здесь, на территории монастыря, собиралось народное ополчение для освобождения Москвы. О роли города в преодолении Смута будет рассказывать памятник. Автор бронзового монумента – Николай Мухин. Примечательно, что мемориал будет вторым в России, единственный сейчас в Москве на Красной площади. Несправедливо, то, что Ярославль – ключевой город, который был в 17 веке столицей. Здесь печатались деньги, здесь собиралось главное ополчение. Из Нижнего Новгорода пришло 2000 человек. В Минины Пожарские собрались здесь 40 тысяч человек. Мозаичная икона Спаса станет частью композиции. Фигуры полководцев выполнены в соавторстве со скульптором-академиком Дмитрием Тугарином. Когда поступит финансирование, памятник займет место в центре монастырского двора. Каменная брусчатка, на ней бронзовая ниточка дороги с городами, которым шло ополчение, дополнит памятник. Крестный ход отправляется к часовне, где хранится список чудотворной иконы Спаса, исцелившей целый город от моровой язвы. Так в 17 веке называли чуму. На месте деревянной часовни выстроена каменная. Этот монастырь хожу с самого его открытия. И все эти разрухи видела. И очень рада, что воздвигли новую колокольню, которая выглядит не хуже старинных колоколин. Радуюсь тому, что поставили купола. За этот год очень серьезные такие изменения произошли. И купола появились, и южные ворота восстановили, и храм Кирилла и Афанасия сделали. То есть очень большая работа проведена. К престольному празднику готовится угощение. У нас сегодня, ну хоть и праздник, но постный день. Поэтому у нас все постное будет. Летопись строительства, жизни и возвращения обители в культурное пространство Ярославля представлено в музее. Сначала деревянный, потом каменный, много раз перестраиваемый, горевший от пожаров и мятежа, испытавший судьбу коммуналки и склада. Монастырь снова вернулся к верующим. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Радио ХИТ-ФМ Ярославль, входящее в холдинг городского телеканала, запускает в эфир новый проект «Чай без чинов». Несколько раз в неделю с 13 до 14 часов ХИТ-ФМ приглашает интересных гостей. Актуальные темы, неофициально первая гостья директора городского депообразования Елены Ивановой. Эфир в пятницу в час по полудни. Настраивайтесь на 105.6 ФМ. Ярославский акадесант навел порядок в лесополосе на Спартаковской. Волонтеры движения регулярно совершают рейды в разные районы. На счету ребят не один десяток убранных территорий. В регионе создается концепция новой экологической политики. Ее поддержали многие известные личности областной столицы. Например, директор Ярославского зоопарка Тимур Асбраташвили. Он тоже в свободное время выходит на уборку территории вместе с волонтерами. Надо сказать, что экадесант действительно реально организованный в рамках новой экологической политики. Губернатор Ярославской области Дмитриевич Миронов, он очень эффективным оказался. И вот то, что делает экадесант, это как раз формирование зачатков элементов экологической культуры. И спасибо им всем, молодцы. Мы побывали в разных частях города. Парки, пляжи, даже просто какие-то дворы, парковки. Ну, как парковки у магазинов. И вот все мы прибираем и используем разные инструменты. За считанные минуты волонтеры набрали полные мешки мусора. От дерева и стекла до бумаги и полиэтилена. Еще один адрес скорой экопомощи. И пруд на проспекте авиаторов. Отдыхая здесь, ярославцы оставляют после себя горы мусора. Благодаря волонтерам берег водоема стал значительно чище. Для ярославских гимнасток стартовал сезон. Первый турнир нового спортивного года. Городской кубок. Алена Стецук с подробностями. Вечерний макияж на детских личиках, залаченные прически, море блесток и страст. Все это неотъемлемые атрибуты соревнований по гимнастике. Самых юных с раннего утра готовят родители. Красила моя мама. Она очень хорошо красит. Профессиональная. Кубок Ярославля ознаменовывает начало спортивного года. Старт сезона, время обновлений. Новые программы, новые элементы и новая форма. Купальник красивый, с блестками, с юбочкой. Именно на Кубке Ярославля впервые в сезоне выступают не только наши землячки. Четверть конкурсанток и нагородние из Реутова, Москвы, Одинцова и Тутаева. Все поставили новые программы за лето. И сейчас это хороший старт и возможность для опробовать это все перед ответственными стартами. Здесь, на этих соревнованиях, мы делаем толчок к новым победам, к новым соревнованиям, выездным. Там будут более важные соревнования, в которых мы должны показать себя лучше, чем здесь. Выступают на Кубке индивидуально и в группах. В зачет идет выполнение упражнений со всеми гимнастическими снарядами. Поблажка только самым юным. Им после лета разрешено представить лишь два предмета. Кубок Ярославля по художественной гимнастике продлится два дня. Алена Стецук, Максим Сушанов, Новости города. Первый в истории буревестник американский игрок прибыл в Ярославль после длительного перелета Джо Томассон. Приземлился в Шереметьево, где его ждал главный тренер. В наш город Форвард приехал поздним вечером, а личное знакомство новичка с командой состояло сегодня утром, причем на медосмотре. Вместе с остальными буревестниками Джо показал отличную физическую форму. В ближайшие дни здесь я хочу погулять по городу, посмотреть достопримечательности. Но и не забывать про зал. Хочу устроить небольшую тренировку, привести тело в порядок, сфокусироваться на сезон. В этом мне поможет тренер. Он же покажет красивые места Ярославля, набережную. И, конечно, я хочу поскорее подружиться со всеми одноклубниками. Надеюсь, в следующие дни он все-таки будет радостнее все это говорить. Сегодня у баскетболистов выходной, поэтому в четверг новичок отправится на тренировку с командой. Ярославль прошел финальный оргкомитет полумарафона «Бегом по Золотому кольцу». Организаторы и власти отметили готовность города к проведению забега. Сегодня решили оставшиеся рабочие моменты. К примеру, убрать с пути спортсменов автоблокираторы. Блокираторы на время полумарафона. А также исправить изъяны беговой трассы. Обеспечить чистоту и качество дорог. То есть ямочный ремонт, разметка, покраска всего, что сопровождает дорогу. Покос травы и зачистка от мусора пыли. Прибордюрка идеально чистая. Не бумажек, ничего нет. Углавы прошу взять на контроль. Одно из главных беговых событий осени пройдет в воскресенье. Старт на стрелке в связи с проведением полумарафона. 2 сентября многие центральные улицы перекроют до 16 часов. Полный список есть на портале мэрии. В наш город съедутся спортсмены и любители из 11 стран и 293 городов. Всего более 7 тысяч участников заявки продолжают принимать. Впереди реклама и погода. Моя часть выпуска завершена. Новости, напомню, доступны и в интернете на нашем сайте gtk.tv. До встречи сегодня в 19.30 и в 21.30. Легкого трудового четверга. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова